Я сегодня расскажу про персонализацию скидок для интернет-магазина. Очень классное мероприятие, на самом деле хотел бы еще благодарить организаторов. И вот с утра выступал профессор Воронцов, он сказал очень важную вещь, что дата-сайентистов в будущем будет всего три типа. Первый – это те люди, которые будут писать пейперы, второй – это те, кто будут ходить, и третий – те, кто будут понимать бизнес и понимать, как дата-сайенс работает для бизнеса. Я, скорее всего, буду относиться к третьим. И, собственно, я сегодня расскажу, как дата-сайенс работает с крупными e-commerce и на примере одного из крупных ритейлеров. Я примерно 10 лет занимаюсь e-commerce и примерно столько же занимаюсь математикой в разных ее видах. Сегодня мы поговорим про скидки. Все интернет-магазины очень любят давать скидки. Классический пример, когда директор по маркетингу приходит к какому-нибудь маркетологу и спрашивает, как нам поднять продажи. И тот говорит, дать скидки. Потому что другой опции быстрого какого-то роста просто не существует, на их взгляд. А дальше возникает такая проблема. А сколько нужно дать скидок, чтобы это было эффективно? То есть можно дать скидку 50%, продажи возрастут, но бизнес будет слегка убыточный. А можно дать 30%, будет получше. А можно вообще дать 0 и ничего не изменится. Все зависит от конкретного пользователя, насколько для него эта скидка релевантна и насколько она является для него триггером. И, собственно, маркетологи это не очень умеют делать. Они умеют делать хорошие креативы, предложения, еще что-то. Но именно решить математическую задачу, они, конечно же, не в состоянии. Но вот есть такие парни, их называют data scientists, которые умеют что-то решать. И, как правило, более сложную задачу, чем просто придумать скидку, дают именно им. То есть бизнес формулировка этой задачи выглядит примерно так. Нам нужно давать такую скидку, чтобы она явилась триггером, при этом дать ее настолько маленькой, чтобы не потратить маржу бизнеса. Но для математиков она выглядит чуть более по-другому. На самом деле нам нужно уметь сделать скоринг пользователей, то есть делать некоторый предикт вероятности покупки пользователя, соответственно, от той скидки, которую мы можем ему дать. С этой задачей есть легкие проблемки. Собственно, я не все их перечислил на слайде, их значительно больше. Но первое, у нас нет нормальной выборки. То есть на самом деле никто не может нам дать такую выборку, где бы она была размечена и сказана. Вот этот пользователь ведет себя так, и вероятность его покупки 50%. А этот себя ведет по-другому, у него вероятность 70%. А этот вообще никогда не купят. У нас есть только бинарная составляющая. У нас есть какая-то история, там, лог визитов, продаж, всего чего угодно. Она бинарная. Либо купил, либо не купил. Второе, еще более сложная история, что, конечно, никто особо не трекал скидки, те предложения, которые пользователь получал в мобильном приложении, в email-канале, какие он баннеры смотрел, еще что-то. Ну и средняя конверсия интернет-магазина в Вурнете примерно 1%. То есть выборка там сильно несбалансированная, и с этим есть тоже большие сложности. Ну, собственно, стандартный более-менее пайплайн сбора данных. Те, кто занимается вебом, это из Google Analytics мы все это парсим, стримимим в BigQuery, потом кладем в какой-то DVR, соответственно, туда подбужаются данные из CRM, из продаж, из, возможно, мобильного приложения, еще чего-то. После того, как мы все эти данные собрали в одном месте, нужно как-то с ними поколдовать, потому что выборка все равно по-прежнему плохая. И мы искусственно добавили некоторые проксиметрики, то есть мы взяли визит, поскольку у нас есть большая история визитов, мы взяли визит предыдущей конверсии, и посмотрели на него похожее, собрали их всех в один батч и сказали, что вот эти визиты, для них мы посчитаем вероятность покупки. Она, соответственно, будет там уже не единица, а, например, 0.9. Дальше мы откатимся по времени еще немножко назад, соответственно, у нас будет гораздо больше визитов, там будет вероятность покупки 0.5, ну и так далее. То есть мы искусственно создадим дополнительное поле, которое будет именно вероятностью покупки, а не фактом покупки. То есть мы от бинарной выборки уйдем к вероятностным. Ну и второй такой, как сказать, не то чтобы прием, а некоторое искусственное добавление данных. Мы взяли все данные исторические по акциям, которые проводились, все имейлы, которые слались, и добавили ту скидку, которую, вероятно, видел пользователь. Поскольку такие события просто не трекались, у нас есть какое-то очень грязное поле, которое содержит ту скидку, которую, возможно, видел пользователь. Это, собственно, вся обучающая выборка, которая у нас была. И это примерно было в районе 10 миллионов визитов. Можно было набрать больше, но просто это было не принципиально, потому что данные были не очень. Собственно, data scientists поколдовали с этой моделью, построили очень логичную модель. То есть всем логическим тестам она удовлетворяла. То есть чем больше визитов пользователь делал, тем больше вероятность покупки. Если у пользователя есть товары в корзине, это более вероятность у него покупки выше, чем если у него нет. Ну и так далее. Соответственно, чем больше скидка, тем больше вероятность покупки. И все какие-то логические тесты, которые мы обсудили с продукт-менеджером и между собой, казались очень правильными, логичными, и модель должна была классно работать. Запустили в продакшн, и модель начала вести себя очень предсказуемо. Она начинала давать скидки всем. И чем больше, тем лучше, потому что если пользователь не купит, мы все равно ничего не потеряем. А если купит, то мы повысим продажу. При том, что она, даже если вообще ничего не знала пользователь, то есть какой-то супер мусорный визит под Субаш, она все равно говорит скидку 10%. Но у нас было верхнее ограничение, сколько было нельзя давать. Ну, заказчик был слегка удивлен. Мы тоже. Что делают в таких случаях? Правильные data scientists, они делают костыли. Потому что все уже в продакшне. Мы начали костылить. Ну, мы начали сначала показывать скидки только с начиная с N-ного действия. Потом начали добавлять степень уверенности модели в предсказании. Если она плохо уверена, то мы ничего не показываем. Дальше перебалансировать выборку там по-хитрому. Добавлять там, убирать всякие заведомо понятные визиты, где вероятность 0 и так далее. В общем, костылили, костылили. Прошло две недели. Ничего не получалось. Модель по-прежнему все вела так же. Мы такие, ну, у нас есть реальные данные. Теперь мы показывали скидку. Теперь мы знаем, как себя ведут пользователи. Давайте обучимся на них. Попробуем это сделать. Прервали эксперимент. Как раз у нас где-то две недели прошло. Мы взяли данные, переобучили модель на реальных данных. И все то же самое. Почему? Это очень важный на самом деле момент. Вот если смотреть на алгоритм, вообще непонятно. Там уже настакали из губустов, потому что модель работала плохо. Ну, то есть там как бы по фичам не было вообще непонятно ничего. Причина была в том, что модель никак не учитывается, что пользователь может вернуться на сайт. И, соответственно, она понимает, что сейчас пользователь уйдет. И поэтому, если ты покажешь ему скидку, то типа есть шанс. А если не покажешь, ну, типа шанса уже, скорее всего, нет. И это очень важная история, потому что для модели был каждый визит, поскольку мы обучались только на новых данных, как первый. Соответственно, для первого визита было показывать скидку выгоднее, чем не показывать. Поэтому мы взяли, собственно, все переобучили и дописали. То есть у нас была первая модель, которая давала массив пар скидка вероятность покупки. А второй мы сделали модель, которая давала вероятность повторного визита. И понятно, что если есть вероятность повторного визита, то пользователь, соответственно, в следующий раз вернется, и вероятность его покупки будет выше. То есть первый раз ему не обязательно триггерить скидку. Таким образом, мы на тех пользователей, которые могут часто возвращаться, будут гораздо ближе к покупке, можем, соответственно, им не давать скидку. Но, собственно, вот эта вторая история была запилена. Модель, она гораздо более чистая, потому что у нас есть история и паттерн поведения для повторных визитов. И существенно больше, чем конверсия. Модель обучалась гораздо лучше, легче и так далее. И, собственно, мы сделали просто двухфазную модель, которая первым делом предсказывает вероятность повторного визита. Если она достаточно большая, то мы ничего не делаем. Если у нас есть понимание, что пользователь может нам больше никогда не вернуться, у нас уже нет выбора, надо лучше показать скидку. Ну, собственно, под капотом было примерно по 1000 фичей. Были фичи, соответственно, собраны из визитов, фичи цен, фичи с CRM. Модель, которая предсказывала вероятность скидки 4 лайт-ГБМ, лог-регрессия и рандом-форест мы заблендили. Модель вероятности повторного визита существенно проще. Там всего один лайт-ГБМ, один рандом-форест и одна регрессия тоже забленденная. Коротко о метриках. То есть мы прирастили маржу, это не выручка, а именно доход на визит примерно 2%. Это значимый результат. То есть у нас это получилось действительно сделать хорошо. Я не буду рассказывать про рок-ауки и все, что мы тестировали, потому что это не очень интересно, особенно бизнесу. Собственно, и после этого мы еще немножко поанализировали и выявили следующую историю, что если покупателю показывать скидку, то вероятность повторного визита выше. Поэтому наша битва еще не окончена. То есть эту модель еще можно дотюнить так, чтобы показывать ему скидку как триггер на повторный визит, тем самым улучшать его, соответственно, вероятность покупки. Ну это, собственно, все. Я постарался уложиться в тайминг, чтобы наконец-то у вас была возможность задать вопросы, потому что предыдущие ораторы просто вам не дали такую возможность. Спасибо большое, буду рад ответить на вопросы. Спасибо огромное. У нас действительно есть 4 минуты на вопросы. Если у кого-то есть, поднимайте руку. Вот, там есть рука, один человек хочет. Вот. Я уж испугался, я зря старался, так спешил-спешил. Ну, раз-раз. Ну, в общем-то, тот ответ, который вы получили, немножечко не тот, который бизнес изначально задавал. Вопрос формулировался, какая эластичность у нас относительно цены. А вы отвечаете на вопрос, что сделать, если немножечко поиграться. А эластичность, наверное, еще как-то зависит от действий конкурентов, еще чего-то. Наверное, от времени по-разному зависит. И есть что-нибудь такое, идея, как с этим действовать дальше? Смотрите, на самом деле бизнесу гораздо больше интересно, что можно запустить в продакшн. То есть теоретическая история про то, что мы можем посчитать на каких-то абстрактных данных и выкатить модель, без проверки в продакшн он все равно работать не будет. Поэтому, собственно, тут мы убиваем сразу двух зайцев. Мы проверяем нашу гипотезу, нашу модель и, так сказать, proof of concept, потому что она дает больше выручки. И она была запущена в АБ-тесте, то есть плюс два процента в марже, это против версии B, которая ничего не делала. Ответил наш вопрос? Хорошо. Так, еще вопросы? Вот там еще рука есть. Модель права ничего не делать или всем давать скидки? Все может быть. Скажите, пожалуйста, а скидка давалась или нет, или определялась величина скидки? И если да, то как? Да, то есть на самом деле скидка определялась и величина скидки, и, соответственно, модель решала давать, не давать, и если давать, то какую. Поскольку были собраны некоторые данные, то есть была некоторая эвристика по эластичности, что чем больше скидка, тем больше вероятность. И поскольку в обучающей выборке мы подмешали эти данные, соответственно, мы давали такую скидку, минимальную, при которой вероятность покупки была выше, чем некоторое заданное число, которое мы считали хорошим. Я не буду там вдаваться в детали, потому что достаточно сложная история, но в целом мы рассчитывали ее. При этом мы оптимизировали маржу, то есть не выручку, а, соответственно, так, чтобы зарабатывать как можно больше на визит. Я повторю вопрос. Вопрос был, это было для разных групп клиентов, это были вообще персонализированные скидки, то есть на вход подавалось просто поведение пользователя, его история визита в действии в текущем, соответственно, визите. И мы давали ее относительно персонально, но поскольку ранжирование скидок было там в определенном диапазоне, там 3, 5, 7, 10, то, по сути, мы выбирали просто из четырех вариантов скидки. Ну, то есть невозможно дать скидку там 1,23%. Это как-то выглядит странно. Спасибо еще раз за вопросы. Спасибо еще раз докладчику. Поаплодируем.